30 тысяч детей в год смогут проходить лечение в новом хирургическом корпусе детской областной больницы. Депутаты Гордума одобрили строительство медицинского комплекса. Когда он заработает и как будет оснащен? Маргарита Хижняк знает подробности. На строительство нового корпуса в медгородке направлены федеральные деньги. 4,5 миллиарда рублей. Детей там будут лечить по принципу полного цикла. В новом оперблоке больницы будут просторные коридоры, зоны отдыха и реанимация с отдельной комнатой для родителей. Мама и папа смогут быть рядом с ребенком в трудную минуту. Ведь современный медицинский комплекс это уже больше, чем просто больница. Это второй дом для семьи. Вы, по сути дела, попадаете в гостиничный номер, где имеет место быть кухня, компьютер, микроволновка, санитарный узел. Вы работаете, условно говоря, и освободились в 2 часа ночи. Вы можете прийти в эту комнату, где имеет место быть ваша жена, ваш второй ребенок. Вы можете приготовить себе ужин, выпить чашку чая. Открыть дверь и попасть в палату к своему ребенку. Сейчас в ЧОУДКБ родители вместе с детьми ютятся в маленьких палатах на 12 метров. Спят на раскладушках или на полу. Душевая одна на весь этаж. Судьбу нового хирургического корпуса для детей сегодня решают депутаты городской думы на комиссии по социальной политике. После презентации и бурного обсуждения переходят к голосованию. За строительство нового корпуса единогласно. Это важнейшее решение для всей Челябинской области. Впереди у нас еще комиссия по градостроительству. Затем мы планируем обсудить вопрос на самой многочисленной фракции «Единая Россия» в Челябинской городской думе. И затем 26 мая, во вторник, уже состоится заседание Челябинской городской думы, где будет принято окончательное решение. Вопрос уже обсуждался в законодательном собрании области. Прошли и публичные слушания. Теперь депутатам необходимо поменять статус земли, перевести нужный участок из охранной зоны под строительство. Взамен 4 гектаров земли, которые необходимы новому корпусу, в состав бора уже добавили территорию почти на 60 гектаров. Это урочище Монахи с реликтовыми деревьями у поймы реки Миас. Так что общая площадь памятника природы стала даже еще больше. Маргарита Хижняк, Павел Головин, ОТВ